Друзья, всем привет! На связи Руслан Ашаров. Буквально позавчера получил первую выплату от Яндекс.Эфира. И в этом видео поделюсь с вами, как это вообще происходит, какие пороги есть для Украины, России, Беларуси, и как выводить в других странах, как вообще это посмотреть. Давайте, пожалуй, приступим, не откладывая сразу к делу. Итак, друзья, я сейчас нахожусь на своем канале. И давайте для начала расскажу, как вообще, в каких числах приходит выплата. Нужно ли вообще заказывать эту выплату? Выплату заказывать не нужно, друзья мои. Значит, обычно 5 числа, ну мне, по крайней мере, пришло уведомление 5 числа. Я посмотрел отзывы на других ресурсах. Там тоже, ребята, делятся информацией. То есть, обычно приходит 5. До 5, 5 числа приходит сообщение на ваш почтовый адрес, который вы указывали. Сообщение. Сообщение. Это отчет такой, да. То есть, сколько вы получите на свой кошелек, на баланс, какая сумма и так далее. Потом этот отчет вы можете себе скачать на компьютер. Я позже покажу, как это сделать. И уже, друзья мои, дней через 10-12 вам уже только приходит выплата. То есть, не ждите. Если вы ждете, например, что 1 числа вам придет отчет, 1 числа выплата, то это не так, друзья мои. Отчет приходит где-то 5 числа, поэтому не волнуйтесь. И деньги вы получите где-то в конце месяца. Я даже написал письмо. То есть, не смотрел в интернете информацию. А 1-2 числа, по-моему, 2 числа это произошло. Что я смотрю, что выплат нет. И я написал письмо в поддержку. Ответили мне после 5 числа. То есть, уже после того, как пришел отчет. То есть, объяснили ситуацию. Но, я думаю, ничего страшного. Это было даже полезно, что я написал и выяснил. Ну и давайте теперь разберем, как же вообще, какие пороги есть для разных стран. Где это вообще посмотреть. И где вообще посмотреть этот отчет, как это происходит. Я сейчас нахожусь на своем канале. Вот, кстати, появились кнопочки. Они исчезали на какое-то время. Эти кнопочки. То есть, я заходил через загрузку видео. Сейчас можно зайти через настроить канал. То есть, я захожу на свой канал. А здесь нам нужно найти вкладочку монетизация. Открываем, как обычно. То есть, если вы еще не завели свой канал, то обязательно это сделайте. Я думаю, стоит это сделать. Далее мы нажимаем посмотреть доход. Давайте пока грузится. Пока грузится, расскажу, сколько сейчас удается зарабатывать. То есть, немногим более 120 рублей в день получается. На канале более 100 видео уже у меня. Да, но вот такая небольшая сумма. Но я думаю, что, в принципе, если рассматривать это как пассивный доход. То есть, по 100 с чем-то рублей в день. То это даже неплохо. Я, в принципе, не прилагаю больших каких-то усилий. Так, отчет открывается у нас. Мы видим, что график доходности пошел немножко вверх. И где-то в среднем, вчера было 148. Вчера 132. Позавчера 148. И так далее. То есть, такой вот график плавающий. Но нам нужно сейчас посмотреть с вами отчеты, друзья мои. Отчеты, они будут у вас находиться после того, как вы получите письмо на почтовый ящик. Вы можете также, а вот здесь, так вот, в документах вы можете посмотреть отчет и скачать его к себе на компьютер. То есть, у вас здесь появится этот отчет, когда он будет сформирован. Так, долго достаточно открывается. Но я захожу через VPN, живу в Украине. Поэтому приходится вот ждать, да. Ну, давайте уже дождемся. Я не буду вырезать, чтобы долго не обрабатывать видео, да. Итак, загружаются документы. И позже, сейчас мы посмотрим, как это выглядит. И позже немножечко я покажу, как же посмотреть, если вы живете в Белоруссии, если вы в России, в Украине. То есть, как посмотреть, какой порог выплаты. Кстати, ну, для Украины я скажу сразу, что порог выплаты это 5000 рублей. То есть, когда у вас на балансе есть 5000 рублей, то тогда у вас, вам приходит выплата. Так, ну, действительно, долго очень грузится. У меня еще программа работает для записи. Так, вот он, друзья мои, отчет. Здесь вы можете его скачать себе на компьютер, если у вас есть в этом необходимость. То есть, все достаточно просто. Далее, чтобы посмотреть, какие критерии, какой вообще порог выплат для разных стран, то здесь вот есть внизу, то есть, у вас может не быть внизу. Вот здесь, значит, нужно будет пролистать, смотря на какой вы страничке находитесь. И здесь у вас внизу есть справка. То есть, вы нажимаете на эту справку, у вас открывается справка. И здесь уже, друзья мои, есть информация по доходам, по тому, как происходят выплаты. Вот есть у нас, видите, вкладочка документы и выплаты. И здесь для разных стран есть различные вкладочки. То есть, для России, для Белоруссии, для Украины, для других стран. Для России порог это 3000 рублей. То есть, я говорю сейчас о физических лицах. Если вы ФОП, ФЛП, то, значит, там немножко другие критерии. То есть, вы можете вот сюда зайти, например, открыть вкладку «Россия», посмотреть физические лица, посмотреть юридические лица ИИП и самозанятые также посмотреть. Точно так же для Белоруссии. Ну, например, давайте откроем вкладку «Физические лица», посмотрим, сколько, какие критерии для Белоруссии. Страна Беларусь, форма сотрудничества, физическое лицо и так далее. Здесь, значит, выплата, вознаграждение. Вот здесь нужно смотреть информацию. То есть, физические лица получают вознаграждение в порядке и так далее, и так далее. При достижении порога 150 долларов США или 100 евро. Вот такие критерии для Беларуси, друзья мои. Вот, в принципе, так все происходит просто на самом деле. То есть, чтобы вы понимали, если вы еще не получали выплату, то вот такие критерии, такой порядок выплат. Если видео было вам полезно, не забудьте поделиться с друзьями, поставьте лайк. И до новых видео. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok